здравствуйте туристы и милитаристы время гордости и предубеждений на канале архадыр нож прайд производства российской компании nc custom предоставлен магазином империя ножей на сайте inice.ru сразу скажу чтобы не забыть цена этого ножа 7920 рублей минус 8 процентов с кодом архадыр на любой товар этого магазина с чего бы начать начну с критики начну с критики которая на самом деле даже не совсем критика это мои личные фломастеры я не люблю полированные клинки а здесь сатин сделан таким образом то есть на самом деле в описании к этому ножу я его сейчас не буду зачитывать на сайте описано что он взят там с традиционных каких-то лапланских и там так далее так далее если мне опять же не изменяет память в любом случае вы можете проверить мою память и зайти на сайт и прочитать описание откуда у него ноги растут но вот сатин здесь такой на мой взгляд неравномерный и на грани полировки такой как бы но это и я повторюсь это в чистом виде фломастер тот же самый например алексей пономарев не побоюсь произнести это имя в эфире своего канала ему например прайд очень понравился он прям там загорелся и прочее а я вот кстати говоря с алексеем соглашусь слышишь не соглашусь почему потому что нож фанк из этой же серии он как говорится в молодежных руках но ваще огонь то есть фанк реально просто рулит он он действительно просто потрясающий прайд тоже хорош в первую очередь рукоятью сейчас мы это все будем разбирать на запчасти 237 миллиметров у нас длина ножа длина клинка 110 миллиметров ширина 32 миллиметра толщина по обуху 4 миллиметра среди какие классные вставочки черные сделаны обработка клинка я поставил сатин но здесь я повторюсь он такой условно достроить досрочный сатин сейчас куда мне освещение пропало вот он то есть он такой своеобразный у меня фокус гуляет мало то что фокус гуляет еще какие-то полосы тут побежали но неважно вот таким вот образом мы положим и рукоять же 10 цвет здесь тан еще если мне не изменяет память у них есть темно-серая и черная рукоять тан самый прикольный по виду на мой взгляд он действительно такой класс класс вес ножа 180 грамм сталь х 105 57 59 единиц по шкале рокова заявленная твердость рукоять как я уже сказал g10 full tank монтаж ножны кайдекс вот с той самой замечательной петелькой из свободная петля петля свободного подвеса из очень интересного синтетического материала который напоминает отчасти кожу чисто вот тактильно но на самом деле очень плотную такую резину и петля фиксируется плотно на винт присутствует здесь вот такая вот резиновая шайбочка и с помощью этой петли именно можно носить просто свободном падении в свободном подвесе нож а можно ее зафиксировать вот таким вот образом прицепить там веревочкой карабинчиком и располагать нож в любую сторону под правшу под левшу элементарно например горизонтально что спереди что сзади что сбоку защищайся канале вот таким вот образом ножны тонкие повторяют полностью очертания ножа отверстие для вентиляции для слива жидкости там как угодно и здесь вот по одной стороне у нас есть пять отверстий за которые можно крепить там на снаряжение как угодно делать какие-то хитрые подвесы мне нравится очень вот эта петелька именно в нс кастомских ножах мне действительно нравится от это решение она гораздо лучше чем просто какая-нибудь нейлоновая петля и симпатичнее и практичнее гораздо ладно рукоять так вот весь прикол этого ножа не поленился залез на сайт быстренько пробегусь фиксированный нож проект там компания си кастом справиться с любой типовой задачи так так выполнен а выполнен по мотивам аутентичных ножей которые используют жителями древние лапландии классическая сталь так дальше идет описание так вот прересть этого ножа в первую очередь его рукояти почему потому что клинок тут все понятно прямые спуски от обуха при четырех миллиметрах и 32 миллиметрах ширины дадут нам роскошный рез по продуктам дадут нам роскошный рез именно по каким-то вот таким вещам ну и безусловно здесь скажем так вопросы могут возникнуть при работе по каким-то очень твердым деревяшкам с учками и прочее прочее именно я бы не сказал что кромка прям совсем там уж будет какая-то уязвимая все-таки 4 миллиметра это не 3 и 2 и не 3 посмотрим время покажет но вот рукоять именно очень прикольно здесь сделан выход на такой небольшой горбик когда держишь нож молоточным хватом вот лично мне этот горбик вот ровно вот сюда вот таким вот образом встает и сразу добавляет наполненности несмотря на то что я не могу назвать рукоять огромной она худее чем у того же самого рейнджера давайте вот в чем опять же прикол в том что рейнджер здоровенный колбаса рукоятный нож флинт совсем небольшой рукоятью но удобный здесь среднего размера рукоять и она тоже удобная каждая по-своему в этом плане конечно nc молодцы они проектируют как надо они проектируют по уму именно рукояти в этом плане конечно просто супер отверстие для темляка цвет к сожалению камера до конца не передает он такой немножко более латтеобразный скажем так небольшое брюшко горбик как я уже сказал здесь у нас утончение и выход на такой но я не могу назвать его грибочком такое расширение очень удобный также здесь вот вплоть до вот этих вот нюансов очень удобный диагональный хват нож действительно удобно удобно держать любым хватом может быть немножко вот мне напомнилось сейчас по ощущениям ножи акте может быть вот лично вот под подменять чуть-чуть бы самую малость ему быть потолще но это уже именно с точки зрения вот совсем вот докопаться просто на самом деле слова докопаться я сейчас произнес имел ввиду совершенно другое матное слово но не буду засорять эфир то есть если вот докапываться в матном смысле то можно было бы немножко вот попухлее покруглее сделать но на самом деле хватает это уже именно вот так все у кого рука больше чем у меня должны учитывать что вот у меня пальцы помещаются при молоточном хвате но здесь еще хорошо может быть на чуть-чуть есть запас если переместить вот так вот руку максимально но все равно для средних средние больших и небольших ладоней с огромной ладонью сразу рекомендую лучше брать конечно же рейджер потому что там там колотуха такая что вообще мало не покажется никому что-то еще хотел прям умное сказать хотел вернее поумничать и забыл ладно придет обратно в голову тогда вспомню давайте смотреть что у нас здесь нарисовано здесь у нас логотип nc кастом и отсылка к северной короне корона нарисована и pride х 105 легкий легкий такой почти незаметный у нас дроп вообще здесь опять же если включить фантазию вот сразу говорю если не включать фантазию то вы меня даже не поймете здесь надо включить фантазию потому что архадыр везде видит канадцев но то есть здесь немножко совсем вот как то вот практически незаметно но вот этот вот подъем вот весь прикол в том что в чистых канадцах вот этот подъем рукояти потом переход в тонкую часть и потом вот этот вот подъем на обух он классный он классно помогает резать у классно помогает резать кухонным каким-то хватом но при этом он запарывает работу по строганию ну можно строгать но это точно не будет симфоний здесь вот вот именно чуть-чуть самую малость приподнимается об ушок и вот этот вот горбик ну я понимаю что я притягиваю за уши но может быть вот как раз таки что-то такое именно хорошо давайте договоримся пускай это будет аутентичная древняя лапландия я совершенно не против меня это более чем устраивает объяснение балансик балансик у нас смещен рукоять то есть не под указательный палец а где-то примерно между указательным пальцем и средним пальцем такая вот дурочка присутствует в общем и целом ухватистый такой классический ножик в нарядном цвете действительно нарядным хороший выбор для видите здесь здесь выбор порождает сомнения когда большой выбор то сомнений еще больше а нс кастом уже скажем так для какого-либо выхода в аудор на open air они уже намутились столько ножей вот действительно то есть если тот же самый фанк я бы скорее отнес бы к типу каких-то городских ножей потому что там 88 миллиметров клиночек глубокая подпальцевая выемка такой очень крутой радиус режущей кромки то те же самые рейджеры тот же самый флинт тот же самый форестер и вот сюда также идет прайд так или иначе они все крутятся вокруг аудорной темы да там игра есть по спускам да там игра есть именно нюансами рукояти но вот с одной стороны это здорово с другой стороны я себе представил человека который хочет купить себе нож в аудор открывает сайт и на из . ру и так много ножей которые явно направлены куда-то вот на природу что действительно можно в этом во всем потеряться но на самом деле не потеряетесь я вам лично я сказал бы так вот даже какой-то совет бы дал по выбору выбирать очень просто если вы любите какие-то агрессивные колотухи какие-то вот там просто извращение типа батонинга рубки чтобы все это было выглядело эффектно и прочее прочее это конечно рейджер если у вас нужен какой-то небольшой флинт мне флинт мне вообще так понравился что это прям вот вообще вот вот просто супер ножик он маленький но классный он действительно очень по душе если у вас в аудоре предпочтение в какой-то разумное именно использование ножа то есть не то чтобы там разудись плечо размахнись рука а больше там продукты походная кухня работа по рыбке там 5 10 вот то что доктор прописал на сто процентов уверен что походная кухня нож будет просто летать по этой теме здесь все для этого сделано чтобы вам просто доставить удовольствие чисто внешне вот опять вспоминаю алексея чисто внешне прайд меня не зацепил конечно так как фан как фанг потому что фанг он дает фан конкретный но вот и из последних ножей которые были у меня именно на руках в руках от нсс больше всего мне это вот именно в плане был моих личных фломастеров больше всего мне конечно понравился флинт не знаю почему формы клинка формы рукояти как чем но этот малыш у меня просто зацепил просто суперски но сам по себе прайд раз уж я говорю именно конкретно об этом ноже он очень классный ухватистый резучий все вот так вот все здесь среднее взвешено чтобы нигде не уставала нигде не номинала и чтобы при этом был действительно хороший качественный рез все ребят спасибо за просмотр всего доброго увидимся и